Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Какие замечательные песни! Как хорошо начинать утро именно с песен! Меня зовут Евгений Чурилин, это Алена Чурилина, и у нас сегодня в гостях И у нас сегодня в гостях певица, автор песен, Карина Вартанин. Доброе утро! Доброе утро! Карина, спасибо большое за ваше творчество! Давайте на улице ближе, да. Во-первых, спасибо за творчество. А во-вторых, и фамилия интересная, и в музыке интересные мотивы. Расскажите, откуда вы? Откуда, да? Я с Сибири, я родилась в Алтайском крае, вот, уже где-то 12 лет живу в Новосибирске. Вот, занимаюсь творчеством, пою, пишу песни. Я, конечно, извиняюсь очень сильно, но мне интересно узнать о корне. Корне армянские и украинские. Я метиска. Вот, папа у меня армянин, мама украинка. Ну, в голосе очень много мотивов таких национальных, и это очень здорово. Ну, не зря говорят, кровь сильная, сильная кровь. Обычно вроде так, вроде так, насколько. Да. Расскажите о вашем творчестве. Как давно вы в музыке, как давно вы пишете и радуетесь своим творчеством? Ну, пишу я музыку с детства, с самого раннего. Это сколько примерно? Да, ну, с двух лет. Нет. Чуть побольше, хорошо. Где-то с семи лет я пошла в музыкальную школу и начала уже импровизировать. Ну, на фортепиано, как только пальцы уже поставили мне, вот, начала потихонечку сочинять что-то, какие-то мелодии, какие-то слова. И вот оттуда все пошло. То есть и в семь лет вы начали слова какие-то? Да, то есть какие-то рифмы, какие-то легкие такие предложения, может, и не в рифму это все было. То есть потихонечку зачатки были вот с детства. А вот так, на вскидку, о чем писали, может написать маленькие семилетние? Ну, смотрите, очень много дома литературы разной было. И у бабушки был сборник песен советских, и какие-то слова оттуда брала, какие-то предложения оттуда, или просто полностью брала тексты. И вот сочиняла свои мелодии и аккорды. Ух ты. Карина, ну, вам, наверное, как я понимаю, очень много читали, и впоследствии вы тоже очень много читали литературу разной. Ну, читала раньше очень много, сейчас, к сожалению, не совсем успеваю. Ну, да, понимаем, конечно. Ох, может, это творческий график? Ну, это очень здорово, интересно, хорошо. Тогда давайте поговорим еще... Когда появилась первая серьезная песня? Вот. Вот прям взрослая. Первая серьезная песня? Ну, наверное, в лет 19. О любви, наверное. О любви, да. Неразделенной, наверное. Неразделенной. А ты их узнаешь. Ну, это так знакомо. Да. Ну, это что-то должно было быть яркое, вот, что-то должно было яркое такое произойти, чтобы человеку посвятили песню. Ну, чтобы написать песню, вдохновиться, нужны различного рода события. Это, конечно, и влюбленность, это, может быть, какие-то разочарования. То есть не всегда это положительные эмоции могут быть. Ну, ладно, а это другой вопрос. А положительные, вот, например, они же тоже есть? Конечно, конечно. То есть, вот, например, не знаю, как-то проснулся однажды утром, был безумно солнечный какой-то день, меня пригласили там друзья, там, не знаю, я искупался там в бассейне. И вдруг вдохновила. И вдруг песня. Вот песня такая называется. Или посмотрел фильм какой-нибудь, или наоборот, что-то с тобой произошло, и ты это наоборот как-то утрируешь, и, ну, более, как бы, воображаешь сильнее. И, соответственно, рождается и текст, и музыка. Интересно мне было всегда узнать, о чем проще писать, о хорошем или о чем-то грустном? О более грустном. Лучше писать, а о более хорошем, наверное, сложнее. И почему? Ну, у нас, в нашей стране, Россию вообще называют минорная страна. Вот, как ни странно. То, что люди любят очень поплакать, погрустить. Клирика такая. Да, они любят очень лиричные композиции, минори, как правило. Поэтому у нас очень хорошо заходят такие композиции. Ну, да, кстати. А зритель это как большая такая жилетка, понимаешь? Или подушка. Я злил в душу, да. Ну, музыка меняется с каждым годом, поэтому все преобразуется. И законы написания музыки, и сами звуки меняются. Поэтому все это можно постоянно быть как бы в теме, в курсе. А вот, на самом деле, современное творчество, оно как-то все равно же, ну, влияет, да, на последовательное написание? Конечно, конечно. И что делать, например, вот сейчас просто поголовно звучит что-то вроде, вау, девчонки там, поехали. Еще, причем, вот эта вот вокальная каша, так называемая, во рту ващичку, понятно. Я это называю художественная ценность какая-то из музыкального материала реально исчезла. Да, и сейчас очень мало музыки, вот, которая представляет, ну, прям, дух. Есть что-то похожее у вас в материале? Ну, для клиентов, которым я пишу песни, да, есть такой запрос на именно вот популярные песни. Ну, каим он слов, да. Ну, это расслабленная артикуляция, когда практически непонятные слова в музыке, да, в песне. Вот, и сейчас очень модно оперировать такими терминами, как вайп, грув и хук. То есть это такие понятия, которые... Хук, я знаю, с боксов. Да, хук справа, хук слева. Ну, в музыке тоже есть хук. Вайп – это атмосфера, которая создается при прослушивании песни. То есть человек ощущает некое такое состояние. И сейчас это очень, как бы, важно для современных песен, потому что текстовой нагрузки нет. Вот, и людям нужно, чтобы качало, это грув называется, когда заставляет музыка нас двигаться в такт, танцевать, двигать руками, головой, ногами. Вот, соблюдать ритм светочков. Да, 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 то есть покачиваясь в такт, тогда это, конечно же, песня хороша и очень актуальна. Вот, ну и к тому же песня должна быть с хуком, мы говорили. Вот, кстати, давайте я предлагаю сделать так. Я предлагаю сейчас прерваться. Дорогие друзья, сейчас будет программа новостей, затем звездный прогноз, после чего мы уже разберем, что такое музыкальный хук. Хук, да. Доброе утро всем тем, кто только что присоединился. Мы продолжаем «Оранжевое утро». И мы продолжаем познавать, что же такое музыкальный хук. Давай расскажем, кто у нас в гостях. У нас сегодня в гостях Карина Вартанян, певица, автор песен. Продолжаем. В прошлой части поговорили о том, что вы пишете для своих клиентов. А кто ваши клиенты? По-любому девочки. 100-500. Не совсем. Так. Это и мужчины, и парни, и девушки, и женщины. Скажите, а вот, например, какие-то там песни ваши, они есть там, ну, кто-то, знаменитый человек, например, просит вас написать песню для собственного исполнения. Не обязательно же это должно где-то там светиться и так далее, но для собственного, да, для души, для семьи и так далее. Все иногда говорят, обращаются. Есть такое? Ну, сотрудничала с одним артистом известным, это девушка, не буду называть ее именем. Хорошо, да. Вот. Да, была одна композиция. Ну, а так я не занимаюсь написанием, то есть опытом песен, и не рассылаю их артистам, а пишу на заказ, когда у меня заказывают люди, именно под человека. Кстати, интересно, это получается, человек приходит, да, ну, связываетесь, понятно, он заливает душу. Вот вы знаете, я так люблю пить кофе по утрам, пушить яичницу, глазуни. О, и так чашка кофе. Ну, может быть, я не знаю, но как бы образно, да, то есть примерно это выглядит вот так, то есть человек изливает душу, да, говорит, о чем хотелось бы вот, в принципе, в этой песне сказать. Ну, прежде чем написать песню, мы, конечно же, оговариваем, в каком стиле, жанре хочет человек композицию, о чем песню, и он мне кидает какие-то подборки треков. Ага, сейчас, блин, а? Да. Ну, это понятно дело, это неинтересно. Примерно, что он хочет, вот, и мы определяемся, и, собственно, я пишу песню. Ну, а самое главное, конечно, интервьюирую человека, и узнаю о нем, могу задавать какие-то очень необычные вопросы, но мне они помогут написать. Примерно и в лоб. Какого цвета носки вы любите носить? Мало ли. Вот, хорошо, а вот как раз затронули тему жанров. Какие в основном жанры используют? Танцевальная поп-музыка. Ну, то есть поп-сад, так называемый. Это в стиле, ну... R&B, может быть, немножечко? Немножечко R&B, да, такой, такой микс поп, R&B сейчас это очень популярно, хип-хоп. Вот, но в основном это танцевальные песни о счастливой любви. Вот, вот, позитивная сторона. Алена, ты хотела задать вопрос? Да, я хотела, я аж потерялась. Что вперед пишется, текст или музыка? Музыка. Так. У меня музыка, а у некоторых авторов-исполнителей бывает текст. А вот как она пишется? Вот вы сели такие за инструментом, и так... И все, да, и понеслась. Это секрет. Секрет. Ну вот. Есть всякие с музыкальными секретами, вот. Хорошо, а стихи как? Стихи. Ну, согласно брифа, пишется текст, да, сначала китайский? Нет, сначала пишется мелодия, мелодия, подбираются аккорды. Но это моя схема, по которой я работаю. В общем, бывает такой выдуманный язык, как многие авторы-исполнители называют, то есть это смесь русского-английского языков, когда ты просто напеваешь, что что-то такое, и только тебе понятное, и, собственно, потом из этого ты уже вычленяешь какие-то основные слова, которые хорошо пропеваются, которые хорошо входят в этот мотив, в эту мелодию, и потом уже как бы работаешь, дорабатываешь текст. У меня прям схема родилась в голове. То есть, например, я беру, например, любую абсолютно музыку, я не знаю, может быть, это будет рабочий метод, может быть, как-то вот, ну, прикольно же, играет музыка, я там импровизирую, да, смесь там русского-английского, чего-то, каши и так далее. Каши? Ну, к сожалению, Карина, у нас времени не настолько много, но, тем не менее, очень-очень приятно было. Давай представим еще раз, кто у нас сегодня в гостях. Я очень расстроена. А что делать? У нас время закончилось. Карина Вартаняна у нас в гостях сегодня певица-автор песни «Спасибо вам большое». Спасибо большое. Спасибо вам огромное за приглашение, было очень здорово. Взаимно. Спасибо.